Всем доброе утро! У нас сегодня понедельник, 27 марта. Я нахожусь сейчас у сестры моего мужа и мы выпекаем пасхальные печеньки. За две недели до Пасхи, можно сказать, каждый день в каждом доме арабском, христианском выпекаются вот такие печенюшки. И каждый заранее расписывает и говорит, когда, кто будет делать, во сколько, в какой день, в какое число. Ну и после того, как мы на Славу поработали, нас накормили очень вкусным обедом. Всем привет! У нас сегодня уже следующий день. Сегодня 28 марта, вторник. Так, я иду на работу. Даниэль идет в магазин. Вот такие вот дела. Погода у нас хорошая, весенняя. И на следующей неделе будет уже начнется жара. Передают вроде 30 градусов тепла. Вот так. В это воскресенье уже у католиков будет праздник. У рабов называется Таша Аниния. Это обердное воскресенье. Пришла на работу. У меня сегодня два клиента, но три процедуры. Сейчас девочка придет руки-ноги будет делать. И потом еще одна девочка на коррекцию. По-моему, она делает акрил. Я не помню. Короче, приду, вспомню девочку. Так, смотрю. Сейчас мне вот вообще не нравится, как что стоит. Не знаю. Надо срочно менять вот этот стол. Он огромный. И нужно срочно купить еще одну тачку. Ну, моя невестка вроде как и присоседилась ко мне, да. Вот. Но тачечка-то моя. Она поставила свою лампу. И получается так. И получается так, что мы постоянно эту тачку пикаем туда-сюда. Все, пришла клиентка. Хай! Хадер! Я уже отправила клиентку. Уже сделала ей руки-ноги. Время у нас полтретьего. Я наконец-таки нормально перевела часы. Это они мне показывали по году. Это мой перекус. Так как у меня сейчас еще одна клиентка в 3 часа. Вот. Я уже домой не пойду. Сейчас уже доработаю. Ничего другого, более полезного я не нашла. Вот. Поэтому такие вот бамба. Это называется. Такие палочки. Типа кукурузные. Но это не кукурузные палочки. Это орехи. Арахисовые палочки. Вот. И бутылочку шоколадного молока. У нас уже 10 часов вечера. Нужно идти спать. Мальчика, как у нас всегда, когда нужно идти спать, нас прорывает на покушать. Да, да, нет. Когда нужно идти спать, нас прорывает на покушать. Блин, стрёмно когда-нибудь. Тут смотришь. Лишни на диктапон. Диктапон включу. Пойдем посмотрим, что там Рами делает. Что он может делать. Что он может делать. Что он может делать. Пошли спать. 10 часов. Рами, тебе нужно здесь окно открыть. Проветрить немножко. Можно я открою окно? А? Да. Чуть-чуть и открою. Потому что что-то это. От дождя у нас все поотваливалось. Здесь шуба и стала вся покраска. Надо будет все летом заделывать. Переделывать. Да, у нас там красиво. Так в ресторане. Плохо видно. Сейчас поду с другого окна вам покажу. Спать, когда пойдешь? А? Бэ, когда спать пойдешь? Рам, муж, давайте. Завтра школа, все. Что-то никак, Катя, не отвезем. Вот эти все баулы. Ужас. Какая у нас там будет итальянская сказка. Это же итальянский ресторан. Аль Костелло. Аль Костелло. Столики уже поставили. Но клиентов еще не принимают. Я здесь сушу носки белые. Постирала сегодня. Потому что их вывешивать это нужно 3 часа. Тут их очень много. Я все пособирала белые носки. Вот так вот положила на этот. На диванчик пластиковый. Они сохнут. Так на улице вкусно пахнет. Прохладно. Ну, градусов, не знаю. Где-то 12-13, наверное, сейчас. Тишина, спокойствие. Слава Богу. Лука, думаю, что болеет. Сейчас я его полью. Его нужно отвезти на этот, как его, на участок, к брату. И все. Высадить его. Потому что ему уже здесь, наверное, места нету. Бедненький. Он уже засыхает. Он, листики засыхают. Сядь еще посижу немножечко. Сейчас Даниэль доедает. Они уже пойдут спать. Я посижу немножечко воздухом. Немножечко, немножечко. Что это за слово такое? Немножечко. Иногда так себя слушаю во влогах. Думаю, господи. Я же так в жизни не говорю. Я так не общаюсь. Ну, не знаю, что с нами происходит. Что я хотела сказать. Не знаю, какая-то фигня. Или я когда работала утром, и что-то произошло, что-то мне капнуло. Как будто, знаете, небольшой ожог. Не знаю. Короче, поговорили с младшим братом. Я же хочу вот этот вот отвезти родителя. А он ни в одну машину не влазит. Потому что он довольно-таки объемный. Вот. Нужна большая машина. И у младшего брата есть рабочая такая машина. Вот. И попросим его. Ну, уже муж попросил. Поговорил, чтобы отвезти родителям вот этот вот набор пластиковый. Чтобы они поставили себе на балкончик. Потому что у меня места нету здесь вообще. Плюс я еще сейчас тут сушилку ставлю для белья. Ну, мне удобно. Тут все быстро так сохнет. Я могу 3-4 раза менять белье. Тем более сейчас, когда тепло и ветер. Очень хорошо сушится белье. Вот. Поэтому нужно его отсюда увозить. Он, я уже говорила, большой. Занимает очень много места. Я не могу нормально помыть. У меня все там грязно. Нужно вымывать от волосней баниной. А я не могу ничего. Потому что это нужно все двигать туда-сюда. Здесь нету места просто. Короче, в пятницу, дай бог, отвезем все. Родителям поставим. У них там это как раз все отлично встанет. Вот так. Я сегодня себе подкрутила челку. И, кстати, было довольно-таки прикольно. Но сейчас попробую. Осталось там что-то или нет. Наплойку, знаете, так завернула. Я в другую сторону. Ну, тут чуть-чуть еще видно, чтобы такой немножечко объем был. Но все равно потом на работу пошла. Все, закрутила дульку. Потому что я на работе не могу с распущенными волосами. Тем более волосы длинные. Такие волосы длинные. Короче, вот так закрутила ее. Ну, так прикольно, да? Может, покороче ее сделать? Не знаю. Ну, вот так, короче. Аленушка. Я еще никак не привыкну к этому времени. Потому что вроде только ощущение, что еще рано. Потому что светло на улице. Смотришь на часы уже полвосьмого. Блин. А потом резко хочется спать. Я сейчас просто жду уже. Хочу, чтобы пацаны зашли в комнату. И я тогда тоже пойду спать, отдыхать. Что-то у меня сегодня какой-то день. Вроде, знаете, всего лишь там две клиентки. Ну, три процедуры я рассказывала. Пришла потом с работы. Быстро начала готовить ужин. Вот. Я как раз перед мужем за полчаса пришла. Начала сразу готовить ужин. Вот. Потом помыла посуду. И ничего так, в принципе, и не делала. Ну, вот это вот то, что я рассказала. И все. И какая-то уставшая. Не знаю. Мне муж еще предлагал поехать в парк. Погулять просто. А я такая, не, не хочу. Что-то у меня там болит, там болит. Хотя надо было, наверное, поехать с воздухом подышать. Да и подвигаться ничуть. А, не, утром я сегодня зарядку, кстати, делала. Я крутая. А, у нас же уже воскресенье будет. Вербное воскресенье. Второго апреля. Время так быстро летит. Вообще. Только вроде марта был. Восьмое марта. Уже все. Уже апрель. Вообще этот год очень быстро. Вроде пацаны недавно пошли в школу. Уже заканчивают школу. Все. Уже остались там. Сколько там. Сейчас каникул у них будут очень долгие. Ну вот. Потому что все праздники получаются вместе. И Пасха. И еврейские праздники. Там будет о День независимости. Там о Песах будет. Вот. Потом Рамадан. И получается у них очень такой прям месяц практически будет. Да. Вот они. Ну, месяц, да. Шестого апреля, по-моему, они выходят. Перед Песахом. Перед Верейскими праздниками, да. Они выходят шестого апреля. И возвращаются аж второго мая. Мне Рамя так сказал. Вот. Получается, да. Практически месяц каникулы у них. Ну, и потом они учатся май-июнь. В июне это будут в основном контрольные работы. До двадцать первого. В том году они, по-моему, до конца учились. До конца месяца июнь. Вот. Ну, я не знаю, как будет. Ну, короче, еще май-июнь, два месяца и все. И уже летние каникулы. Вот так. Доброе утро. Да. Доброе утро. Добрый вечер, Верейдин. Доброе утро. Все, идите спать. Вот сейчас и Рамя кушать у нас захотел. Когда спать нужно ложиться. Все едят. Йо. А потом все захватят писать, какать. Извините меня за такие подробности. Вот так. Короче. Посылка-то мне пришла с кофточкой. Там в основном кофточка. Ну, я так заказала. Вот. И мне теперь нужны штаны. И какие-нибудь червички. Какие-нибудь купить нужно. Без каблука. Я ненавижу. С каблуками у меня есть разных цветов. И белые, и черные у меня есть. А я и хочу именно что-то такое удобное. Без каблука. Но в то же время элегантно. Чтобы можно было пойти в церковь. Мне самое главное пойти в воскресенье в церковь. В 8 часов утра. И все остальное мне по барабану. Обед у нас будет у свекрови, как я поняла. Вот. Вот так. У меня будет завтра насыщенный день. Четверг будет насыщенный день. Пятница у меня будет насыщенная. Самая насыщенная. И в субботу у меня там еще одна тоже клентка. Руки, ноги. Брови. И все. То есть я одну клентку взяла на субботу. Потому что уже как бы это перед праздником. Но там 3 процедуры. Ну ничего страшного. Нормально будет. Вот. Вот такие дела. Сестру давно уже не видела. Сколько мы не виделись. Они там все болели. То у нее. У них свекровь заболела короной. Второй раз. Вот. Ну нормально все пришло. Слава богу. Вот. Они не подцепили ничего. Но Диана сама по себе вся простывшая. Температура у нее была. У Дианки. Желудок болел. Непонятно что. Катя испугалась. Думала что может быть у нее ампендицит. Или что-то такое. Короче отправила ее в больницу. Потому что Катя была на работе. Сестра. А Диана была дома. Я так понимаю. Или в школе. Она ей сказала. Они живут рядом с городской больницей. В Хайфе. И она ей сказала сразу. Иди в первую помощь. В приемный покой. Там как это называется. Что. Вот. А я подъеду. Она с работы подъехала. И там сделали все проверки. Вот. И легкие проверили. Потому что она бухойкает. Бухойкает уже. Кашляет постоянно. И сопли у нее. Диана. И желудок вот это болит. И проверили. Не ампендицит. Ничего. Все у него нормально. Все проверки сделали. Воспаления тоже никакого нет. То есть мочу проверили. Все такое. Что откуда. Почему. Ничего не понятно. Вот. Ну. Знаете. Вот это молодежь. Не одеваются. Потому что жопы вечно голые. Ну. Не жопы ладно. Жопы не голые. Ну. Не знаю. Не одеваются. Не берегут себя. Не понимают. Мы тоже такие были. Но не до такой степени. Мы как-то все-таки не знаем. Рами. Рами. Ой. Вот такие вот дела. Короче. Так что мы девчонок ожиданно не видели. Они приедут в пятницу. К маме с ночевкой. Вот. Они маму тоже не видели уже месяц. Ну. Получается и нас они месяц не видели тогда. Да не. Какой месяц. Где-то недели три точно. Да. Вы так представляете. Вот. И короче они приедут к маме в пятницу с ночевкой. Ну. И мы наверное тоже подъедем. Повезем им вот этот комплект. Ну. И как раз повидаемся все. Да. Бонифаций. Я кроссовки все поперестирала. Уже должны быть все белые кроссовки. Надо себе что-то менее маркой купить. Потому что у белой кроссовки только обуваешь сразу. Сразу уже черные все. Ладно. Буду я укладывать мальчиков. Тоже они сами не укладутся. Им же по два годика. Но все равно надо стоять. Наблюдать. Чтобы все как бы. Чтобы зубки почистили. Пижамку одели. Тоже такие засранцы. В чем сидят на диване на грязном. В том и в постели могут лечь. Поэтому нужно все проконтролировать. Все. Завтра я работаю с 10.30. Завтра отвезу мальчика в школе. Они сегодня в школе не были. Тут бастуют. Постоянные всякие митинги. И так далее. И тому подобное. Что будет в конце концов. К чему это все приведет. Непонятно. Но факт тот, что цены растут. Зарплата те же самые. Какая-то вообще у нас сейчас непонятная ситуация с экономикой в стране. Вообще не ожидаю, что в Израиле будет такая жопа. Не знаю. Посмотрим, что будет дальше. Как говорится. Лишь бы все были здоровы. И лишь бы не было войны. А там ничего страшного. На хлеб насобираем. Дай бог. Ну все. Все. Пойду я. Спокойной ночи. И встретимся завтра. Вот тут у меня какая-то штучка. Ну там не видно. Сейчас у меня все равно тут ничего не видно на темная съемка. Ночная съемка. Ну короче. Что-то такое. Тут я себе чем-то ляпнула на работе. Не знаю. Ладно, ребят. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.